Всем привет! Вы на канале Захотеть Похудеть и здесь я делюсь моим опытом похудения на 30 килограмм. Девчонки, я вижу, что я не успеваю отвечать всем в комментариях и поэтому сегодня я решила записать видео-ответы на ваши вопросы. Конечно же, я буду делать все возможное, чтобы отвечать каждой из вас письменно, но поскольку канал тематический и нас интересует одна и та же тема, и вопросы, просьбы повторяются постоянно, я посчитала, что это будет неплохо, если я отвечу сразу нескольким и возможно видео такого плана будут интересны тем, кто только решил задать вопрос и как бы он его еще не задал, но ответ уже получил. Итак, девочки, я не знаю, может быть это видео будет состоять из двух частей, потому что за тот небольшой период, когда я открыла этот канал, когда я начала выпускать именно тематические видео не только по питанию, но и рассказывать мой опыт, вопросов поступает очень много. Вы мне напишите в комментариях, возможно, будет целесообразно делать вот такие вот видео-ответы на ваши вопросы еженедельно, или же мы будем делать прямые эфиры. Так, ну а сейчас начнем. Надеюсь, что я, конечно, уложусь в одно видео, если этого не получится, то не судите строго, будет видео ответов сразу на две части. Итак, девочки, первый вопрос, который мне задавали несколько раз. Лиля, кто вы? Вы врач, вы диетолог, вы специалист по питанию. Почему вы решили, что 1100 килокалорий на интервальном голодании это норма? Отвечаю, я не врач, у меня нет медицинского образования, я не диетолог, и на моем канале я делюсь только своим опытом похудения. Первое. Второе. Все мои диеты, начиная с самого первого дня, когда я решила сбросить лишний вес, контролируются эндокринологом, диетологом, диабетологом и нутрицианистами. Это специалисты по питанию. Что касается образования, дипломов и много чего, я прекрасно понимаю, что вы задаете такие вопросы. Поскольку сейчас не успеешь открыть Инстаграм, Ютуб и везде, ну не все, но многие грешат этим, что уж скрывать, это все в открытом доступе, что якобы я, не я лично, а тот, который себя предлагает как советника, консультанта, специалиста по питанию, диетолога и показывая при этом какие-то дипломы, я тоже прошла такие курсы, но я не хочу обманывать своих зрителей и своих подписчиков. Такого плана дипломы выдают любому желающему, я думаю, что не только во Франции, но и во многих странах. Если ты пришел к диетологу с медицинским образованием и который имеет право преподавать, он делает коуч-курс. Это что-то типа такого семинара, который может длиться даже до двух, до трех месяцев. Вы его посещаете, вы изучаете калорийность продуктов, что вредно, что полезно. И в конце этого курса вы получаете диплом, что вы прослушали, вы прошли курс правильного питания. То есть ты сейчас можешь себя и свою семью питать правильно и не нарушая каких-то норм, быть здоровым и не толстеть. Как бы, и закончив вот такие вот курсы, некоторые люди себя возомнили специалистами по питанию и, наверное, считают, что они могут давать советы и консультации. Я этого делать не буду. Мои все видео носят только информативный характер. Я могу поделиться своим опытом, я могу показать, что я ем, я могу показать, какую калорийность я ем. И не более того, лично консультировать каждого, называя себя с вот этим дипломом Филькиной грамоты, как я ее называю, это полезный курс, но это не дает тебе права считаться диетологом. Поэтому, девочки, я хоть и имею диплом, но это не диплом специалиста. Это диплом лично для меня. Он мне помог правильно составлять меню, правильно заниматься спортом, правильно рассчитывать калории, инсулиновый индекс и много чего другого. Относительно 1100 килокалорий. Здесь тоже ответ прост. Шесть лет назад мне удалили щитовидную железу, и у большинства людей, которые прошли такую операцию, нарушается метаболизм и обмен веществ. И если я буду употреблять килокалории, как положено взрослой здоровой женщине, в районе 2000-1800 до 2000, то я не буду не только худеть, я буду поправляться так же, если бы я ела как здоровый человек со щитовидной железой и с нормальным обменом веществ 5-6 тысяч килокалорий. Поэтому мой калораж по калориям, по порциям на интервальном голодании составляет от 1100 до 1500 килокалорий. Если же у вас нормальный метаболизм, если вы ведете активный образ жизни, килокалории могут быть выше. Так, следующий вопрос. Вопрос. В интервальном голодании нужно брать в основу какую-то диету или можно питаться как хочешь, только ограничивая себя пищевым окном? Девчонки, часто вы мне пишите, я не худею, я не пойму в чем дело. Когда я задаю вопрос, что ты ешь, и где-то 8 человек из 10 перечисляют. Вот макароны, жареный картофель, котлеты, голубцы, каша с маслом и так далее. Девочки, если вы хотите походить на интервальном голодании, то здесь не обязательно брать в основу диету дюкан или диету протасовая, или кремлевскую диету, или японскую диету, в общем, какую-то специальную диету. Но вы можете есть то же, к чему вы привыкли, но хотя бы исключите жирное, жареное, соленое, копченое. Ну, в общем, те вещи, которые вам будут тормозить процесс похудения. Так, дальше. Как правильно просчитать период голодания? Этот вопрос также практически под каждым видео мне девчонки просчитывают. Если я буду начинать есть в 14 и заканчивать там во столько, если я буду, ну, в общем, утренние и вечерние часы. Девочки, по правилам интервального голодания, период голода не должен быть меньше 12 часов. А как вы будете его сдвигать с утра или на вечер, это уже ваше дело. Но сам период голода должен быть не менее 12 часов. В идеале считается 16 на 8, как бы это и полезно, и безопасно, и помогает худеть. Но, а там вы можете уже варьировать, как захотите, но, опять же, не менее 12 часов. Обязательно ли считать килокалории? Девочки, не обязательно, но, опять же, повторюсь, если кушать фастфуд, если умять полпалки копченой колбасы, которая по калориям будет растянуть их, можно вот эти калории буквально на неделю, то, конечно же, хоть деть вы не будете. Я не всегда считаю килокалории, но я уже примерно знаю, потому что я очень долгое время нахожусь на правильном питании. Я использую режим питания определенный. И я уже знаю, сколько содержится в курице, в куриной грудке, в рыбе, в белой, в красной, если приготовить голубцы без обжарки, а просто протушить. Если, ну, короче, каждое блюдо, я уже примерно знаю, сколько в нем килокалорий. Но обязательно считать, конечно, не нужно. Если вы хотите как-то быть в курсе дела, сколько калорий в вашем дневном рационе, то хотя бы, если вы что-то покупаете, то смотрите на упаковку, сколько содержится в 100 граммах, в том же самом соусе или там в каких-то макаронах твердых сортов. Или из, как я покупаю последнее время, у меня они макароны, я сейчас покупаю макаронные изделия из овощей. Что очень мне нравятся, они по вкусу похожи, ну, практически мало чем, если какой-то соус еще приготовить на основе помидор, сладкого перца, протушить вместе и добавить, то даже не отличить, что это овощные макароны. А по калорийности и по полезным свойствам они, конечно, намного превышают обычные макароны из белой муки, даже твердых сортов. Так что, девочки, право выбора за вами, считать или не считать. Но все же, сами поймите, если килокалорий в этот период еды пищевого окна у вас будет 6-7 тысяч, то, сами понимаете, вы не похудеете. Итак, обязательно ли взвешивать порции? Девчонки, я взвешивала порции по просьбам моих зрителей, потому что, как бы, я когда ем, я лично для себя каждую порцию не взвешиваю. Но когда я снимаю видео, часто меня просят Лиля, пожалуйста, просчитай калории, пожалуйста, покажи, какой вес твоей порции. И чаще всего я это делаю для видео. Я знаю, сколько уже примерно, потому что сложные углеводы я стараюсь не употреблять больше 60 грамм в готовом виде за сутки, ну, за день. И остальная часть моей тарелочки я уже пропорционально, как бы, дерю ее на 3-4 части, там, овощи, рыба и мясо, в общем, по соотношению. Но постоянно порции я, девчонки, ну, не взвешиваю, честно говорю. Так, почему я не худею быстро или вес стоит, или хуже того, я его еще и набираю. Девчонки, вес стоит или не худеете быстро, здесь может быть несколько причин. Если вы начали похудение в период перед месячными, то вес не будет уходить, потому что в этот период водичка задерживается. Второе, летний период, сейчас очень многие отекают, и также вода в организме задерживается. Затем, если вы начали диету и интенсивные спортивные занятия, то ваши мышцы начинают приобретать тонус. Накачанные мышцы весят больше, чем жир. Вот вы посмотрите, можете неделю не взвешиваться, а просто замерять себя по объемам, или же смотреть по той одежде, которую вы носите. И для многих странно, как же так, я вот в эти джинсы не входила, вес на весах тот же самый, а то и больше, а джинсы на мне стали свободными. Это все из-за того, что уходит жир, уходит лишняя вода, и мышцы подтягиваются, но по весу они весят больше. Поэтому пусть вас не пугает. Затем, еще один, как вариант, опять же, если кто-то, очень многие решают, что интервальное голодание, ни калории не считаешь, на диету не садишься, ничего не меняешь, но с 10 до 18 вечера в течение 8 часов ты можешь поесть 8 раз, и эти 8 раз могут быть и ребрышки, и крылышки, и майонезики, и горчица, кетчуп, и хот-дог. Ну и в итоге вы не толстеете, да, потому что вы соблюдаете интервал голода, но вы и не худеете, потому что питание, на котором вы находитесь, не совсем диетическое. Ну, в принципе, больше, как бы, я не знаю, какие могут быть. Могут быть, конечно, еще по медицинским показателям, если гормоны не в порядке, и вес может не уходить, но для этого нужно посетить врача и сдать анализы. И еще, как вариант, когда вес не уходит, может быть стадия оплата. Например, если вы уже находились на какой-то диете, потом перешли на интервальное голодание, и вес просто остановился, как бы заступорился. Что я советую? Это я сама прошла, и это действительно работает. Один день вы делаете загрузочным. Это меня научил диетолог-диабетолог. Как она мне сказала? Чтобы встряхнуть наш организм, чтобы он понял, чтобы двигаться нужно дальше для снижения веса, мы должны его обмануть. У меня уже есть подробное видео про стадию оплата. Если кому интересно, посмотрите, я там более подробно рассказывала. Но суть такова. Вы один день кушаете все, что вы хотите. Фрукты, пирожные, какая-то еда, которую вы хотите. Можете не три раза поесть, а пять раз поесть. И, в общем, один день вы даете волю. На следующий день здесь нужно очень внимательным быть. Вы делаете строго белковый день. Листья зеленого салата, два литра воды, две столовые ложки отрубей и какое-то нежирное мясо. Это может быть или белая отварная куриная грудка, белки, или же белая отварная рыба или рыба на пару. Из овощей ничего нельзя, кроме листьев салата или максимум пекинской капусты. И потом после вот такого вот первый загрузочный день, второй белковый день и на третий день вы начинаете интервальное голодание. Вес будет, девчонки, таять на глазах. Вы можете взвеситься потом через день-два на весах. Вы обалдеете от результата. Я прошла это на себе и очень благодарна своему врачу, которая мне в свое время дала вот такой вот совет. У меня тоже была стадия плата по многим причинам и из-за гормонального сбоя, ну, в общем, и по состоянию здоровья, и по каким-то отекам, которые вода не уходила. Ну, в общем, причины были. Так что это средство проверено и очень хорошее. Так, соблюдать вы... Так, дальше. У меня вопросов здесь, девчонки, целая куча. Не знаю, наверное, даже не успею в одно видео. Так, интервальное голодание нужно соблюдать ежедневно? Ну, я считаю, наверное, что да. Если, как бы, сделать такой небольшой период или, там, два дня питаться и потом, ну, как бы, срываться, сходить с вот этого метода питания, мне кажется, я, конечно, не практиковала такое, но, по-моему, эффекта не будет. Мой ответ, скорее всего, ежедневно. Лиля, скажите, пожалуйста, в какое время у вас перекусы? Девчонки, перекусы я не делаю по времени. Я в период пищевого окна при малейшем чувстве голода, вот я у меня где-то вот так в мозгах, знаете, так, дзынь, ой, что бы я сейчас съела? Я иду или абрикос съем, или кусочек яблока съем, или пару орешков съем. Ну, в общем, перебиваю голод, чтобы у меня уже, как бы, не было вот этого чувства, что ты готов съесть, там, ну, не знаю, целого кабана вот такого вот. И поэтому, когда ты немножко забрасываешь что-то в себя, оно и метаболизм, как бы, разгоняется, и в то же время перебивается аппетит. Поэтому перекусы я не делю, там, через полчаса или через час. Только захотела, я съела. Дальше. Можно ли без спорта на интервальном голодании? Ну, я думаю, конечно, можно. Со спортом просто любая диета, не только интервальное голодание, любая диета, она будет идти более эффективно, и более активно вы будете терять вес. Сейчас будет тонус, будет лучше настроение, потому что, знаете, когда занимаешься спортом, то у нас выбрасывается гормон счастья, и как бы, ты уже, ну, я намного себя бодрее чувствую, когда я занимаюсь спортом. А там решать, конечно, вам. Если нет возможности или нет желания, то, то, на нет и суда нет, как говорится. Так, дальше. Сколько раз в день можно есть в период пищевого окна? Но об этом я уже немножко сказала в начале. В период пищевого окна вы можете разделить свои порции, ну, то количество еды и те блюда, которые вы приготовили для того, чтобы съесть в период пищевого окна. Можете разделить на 2, на 3 приема пищи. Можете разделить на 4, можете разделить на 5. Но если это будет 5 приемов пищи, девочки, не делайте так, чтобы это было 5 килограмм, там, я не знаю, пусть даже каких-то овощей, курицы и мяса, потому что даже если ты питаешься правильно, избыток, он никогда не бывает в плюс. Вернее, как, он будет в плюс, но не в состоянии здоровья и похудения, это будет плюс на ваш вес. Поэтому я считаю, что как я питаюсь? Я первый у меня прием пищи не очень обильный, потому что мне с утра и вообще, мне кажется, я бы, наверное, и до 2 часов не ела, мне не хочется. Мне абсолютно не хочется в жару, так и вообще меня не заставишь. И первый прием пищи у меня не очень плотный, но и не совсем легкий. Второй прием пищи у меня, он получается как бы, ну, салат или что-то, или суп какой-то, и ужин. У меня получается, наверное, да, 2-3 приема пищи, потому что, когда я расширяю пищевое окно, то где-то это 3 приема пищи плюс перекусы. И если у меня пищевое окно, я, кстати, в одном из видео оговорилась не до 6 часов, а до 16 часов, девочки, но бывает у меня такое, вы уж не обижайтесь. И когда период пищевого окна всего лишь 4 часа, то 3 раза я поесть не успеваю. И, честно говоря, летом мне даже этого делать и не хочется. Так что делите сами по своим ощущениям. Можете сделать 2 приема пищи, можете сделать несколько, но не выходя за рамки тех порций, того количества еды, которое вы приготовили. Так, ну что, девочки, почти 20 минут я наговорила. Думаю, что сегодня мы на этом закончим, и я продолжу видео-ответы, отвечать на ваши вопросы в следующем видео, потому что длинные видео, они напрягают. И смотреть, ну как бы, слишком долго, даже если это интересно и полезно, то мало кому хочется. Всё, дорогие мои, спасибо, что вы посвятили это время мне. Надеюсь, вам было интересно, и ответы мои вам помогут похудеть, чувствовать себя здоровыми и иметь всегда отличное настроение. Ну и, как говорится, продолжение следует. Продолжение следует...